13-я по счету прямая линия с участием Путина вызвала огромный интерес не только внутри РФ, но и далеко за ее пределами. На фоне всех второстепенных вопросов, на которые 16 апреля 2015 года отвечал президент, выделялся тот, что задала бывшая оппозиционерка, а ныне подручная великого кормчего Ирина Хакамада. На похоронах Бориса Немцова иностранные журналисты ее часто спрашивали о том докладе, который готовил российский политик относительно присутствия российских войск на востоке Украины. Обратите внимание на постановку вопроса Хакамады. Он касается прошедшего времени. Профессиональный манипулятор Путин сделал вид, что вопрос касается теперешнего времени. А это принципиальная разница. Хакамада спросила, войска РФ ранее были на востоке Украины? Прямой ответ на этот вопрос – да, конечно, были и принимали непосредственное участие в столкновениях с украинской армией. И мы докажем это еще раз. И, естественно, в отличие от кремлевских СМИ, будем отталкиваться лишь от реальных фактов. В плейлисте «Армия РФ в Украине. Расследование» на нашем канале вы найдете многочисленное подтверждение военного вмешательства кремлевских властей в конфликт на Донбассе. А в этом материале мы расскажем об участии в боях за Дебальцева 5-й танковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации. Пользователь социальной сети Life Journal под ником «След взят» собрал фото и видео доказательства военной авантюры кремлевских чекистов, которые на территории соседнего государства в нарушении Конституции, в том числе РФ, задействовали кадровых военных и технику, состоящую на вооружении российской армии. Этот пост в живом журнале был опубликован 1 апреля 2015 года. Однако его содержание совсем не шуточное. В начале материала автор приводит ссылки на три источника, информация из которых послужила толчком к более детальному исследованию. Первый источник – нашумевшее интервью, вышедшее на страницах независимого издания «Новая газета». Его автор, журналистка Елена Костюченко, пообщалась с Доржи Батумункуевым, 20-летним танкистом из поселка Могойтуй, который находится в Забайкальском крае на границе с Бурятией. Этот солдат проходил службу в военной части номер 46108 в 5-й танковой бригаде, базирующейся в Бурятии, регионе между озером Байкал и Монголией на востоке Сибири. Однако зимой 2015 года Батумункуев находился далеко от дома. Вначале он попал в Донецкий госпиталь, где посетовал на нелегкую судьбу танкиста, поющему депутату Госдумы Кобзону, приехавшему на Донбасс поддержать членов незаконных военизированных формирований. Встречу Кобзона и Батумункуева выложил в сети 24 февраля пропагандистский кремлевский ресурс «Ньюсфронт». Да? Не бурят? Бурят? Ну, как я рад. После этого бурята перевезли в Ростов. А далее, по информации издания «Новая Бурятия», Батумункуев проходил лечение у себя на родине, в Магайтуйской центральной районной больнице. Как и многие другие солдаты, этот танкист получил травмы в боевых столкновениях с украинскими войсками на востоке Украины. В этом случае уроженец Магайтуя и его сослуживцы из 5-й танковой бригады обстреливали украинцев в так называемом «Дебальцевском котле» 19 февраля. Второй источник, которым пользовался блогер с позывным «След взят» – перевод статьи из сайта Bellingcat британского аналитика Элиота Хиггинса. Название материала «Щенки-хаски» помогли исследователям Bellingcat проверить статью «Новой газеты». Перевод осуществили специалисты ресурса globeukraine.org. В докладе британских аналитиков проверяются и дополняются заявления, озвученные в репортаже «Новой газеты». Используются информации из открытых источников, включая спутниковые фотографии, сообщения в социальных сетях и снимки фотокорреспондентов, работавших в районе Дебальцево в середине февраля. Третий источник – две публикации на сайте «Цензернет» от 6.03.2015 и от 9.03.2015. В этих материалах речь идет о командире обгоревшего Бурята, а также о сослуживце упомянутого танкиста, которому оторвало ногу в боях под Дебальцево. Ссылки на эти публикации приведены в описании к данному видео. Мы же возвращаемся к исследованию пользователя живого журнала. Итак, 17 февраля на YouTube очевидцы загружают два видео из Макеевки. Они зафиксировали движение колонны военной техники на север, в направлении Дебальцево. Накануне пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в ходе совещания Совета безопасности России президент обсудил реализацию минских договоренностей. Шел третий день, как, согласно Минским соглашениям, введение боевых действий должно было быть прекращено. Однако кремлевская власть отдала своим войскам приказ идти в наступление. В состав Макеевской колонны входило не менее 10 танков Т-72Б образцов 1984-1989 годов, 4 боевых машины пехоты, 1 бронетранспортер МТЛБ, машины обеспечения, не менее 7 армейских грузовиков и 4 бензовоза. На видео колонна заснята на проспекте Ленина. Это местоположение первой съемки. Здесь указано местоположение второй съемки. Примечательно то, что военная техника имела отличительную особенность – опознавательные знаки в виде контура квадратной формы, нанесенного белой краской. Подобные знаки используются в незаконном военном формировании «Август». Однако, в отличие от «Августа», в Макеевской колонне не было ни одной боевой единицы с надписями «Август», с собственными именами и двухзначными номерами. В колонне замечены лишь танки Т-72Б образцов 1984-1989 годов, тогда как в августе намного более разношерстный танковый парк, включающий в себя большое количество Т-64БВ и Т-64А. Танки и боевые машины пехоты сопровождались армейскими топливозаправщиками, что практически не встречается в незаконных военных формированиях, которые действуют без отрыва от своих баз снабжения. 18-19 февраля бронетехника с белыми контурными квадратами активно используется в районе Дебальцево и многократно попадает в объективы фото и видеокамер. Приводим примеры снимков Макса Авдеева. Эти фото сделал Пьер Кром в районе Углегорска. Фотографии Василия Максимова, тоже из Углегорска. Александр Ермаченко снял на фото танки с белыми квадратами в Дебальцево 19 февраля. Эти кадры из видео боевиков, размещенного в сети 18 февраля. События под Дебальцево датированы 14 февраля. В сюжете подконтрольного Кремлю Федерального Первого Канала за 18 февраля также показаны танки с соответствующими отметинами. Еще несколько видео с техникой, имеющие такие же знаки отличия, размещены на канале Спутник ТВ в YouTube. Танкисты по понятным причинам во время съемки отворачиваются. А так называемые представители ДНР поражают уровнем интеллекта. После обстрела Дебальцево наступающими войсками один из боевиков неумело пытается переложить вину на украинцев. Хотя на видео четко видно, какие подразделения входят на окраины города. Под Дебальцево в составе экипажей техники с белыми контурными квадратами много людей с азиатской внешностью. Эту фотографию сделал корреспондент Андрей Бородулин. А это кадры вышеупомянутого сюжета Первого Канала. Бывший тракторист или шахтер явно недоволен, что его снимают и могут показать родственникам из Улан-Удэ. Кроме того, они вооружены современным российским стрелковым оружием. После того, как украинские войска покинули Дебальцево и город был оккупирован, 21 февраля было загружено видео из поселка Южнокоммунарск, что близ Янакиева. На нем колонна танков Т-72Б образцов 1984-1989 годов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров МТЛБ, армейских грузовиков с опознавательными знаками в виде все того же белого контура квадратной формы, движется в южном направлении. В начале марта, кроме резонансной статьи новой газеты о танкисте 5-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации Доржи Батумункуеве, который с ранениями находился в Донецкой больнице, появляется и другая любопытная информация. Военные 5-й ОТБР в социальных сетях начинают выкладывать фотографии с танками и армейскими грузовиками, бензовозами, на которых отчетливо видно закрашенные, либо затертые контурные квадраты в тех же местах, что и на военной технике, замеченной в Макеевке, Южнокоммунарске, Углегорске и Дебальцево. Многие фото спустя некоторое время пользователи удаляли, но они остались сохранены в виде архивов страниц. Это страница Виктора Вторушина. Он сфотографировался на танке Т-72Б образца 1984 года с закрашенными квадратными опознавательными знаками. Следующий снимок. Вторушин на фоне танка с пробитым пулями и осколками в теплоизоляционном кожухе ствола. Солдат в форме без опознавательных знаков. А здесь уже Виктор Вторушин в форме с шевроном 5-й ОТБР. Внешний вид шевронов, этой гвардейской танковой Тацинской краснознаменной ордена Суворова бригады, можно найти в интернете. Кроме этого, в профиле Вторушина указан родной город Улан-Удэ, место постоянной дислокации 5-й отдельной танковой бригады. Далее приводим страницу Дамдина Самбаева. Он является участником сообщества. 5-я ОТБР, военная часть 46-108. В доказательство фото Самбаева в форме с полевым шевроном. Он входит в экипаж танка с бортовым номером 540 и успел сфотографироваться на фоне армейского грузовика, на котором просматривается часть затертого контурного квадрата. Также Самбаев выложил в сеть снимок танка с закрашенными опознавательными квадратами. Эта же военная техника была замечена в феврале на Донбассе. Страница Максима Максимова дополняет список улик, указывающих на участие российской 5-й танковой бригады в оккупации восточной части Украины. Фотографии танка Т-72Б образца 1984 года, сделанные на Донбассе. Опознавательные квадраты неумело замазаны зеленой краской. В профиле Максим Максимов указывает, что проживает в Улан-Удэ и служил во 2-м танковом батальоне 5-й отдельной танковой бригады в 2012-13 годах. Максимов служит там и сейчас, учитывая свежее фото танков с закрашенными знаками и снимки в форме с шевронами 5-й ОТБР летом 2014 года. Разница лишь в том, что ныне Максимов является контрактником. Он состоит на службе у людей, которые посылают его за деньги убивать украинцев. На резонный вопрос одного из пользователей социальной сети «Скольких украинцев убил Максимов?» танкист ответил весьма искренне. БРК Дондока, в отличие от Максимова, удалил фотографии, подтверждающие его участие в кремлевском преступлении. Однако фото остались в кэше. На одном из снимков Дондоков снят на фоне армейского топливозаправщика с затертыми белыми квадратами. Такие машины были и на Донбассе. Это фото танкиста в форме с шевроном 5-й ОТБР в Улан-Удэ 21 марта 2015 года. Намжил Сангандиев также наследил на Донбассе. Это фотография в армейском грузовике с затертым опознавательным знаком. Геолокация снимка указывает на Неклиновский район Ростовской области. В контактной информации записан Улан-Удэ, город постоянной дислокации 5-й ОТБР. По приказу кремлевских шизофреников стрелял в украинских граждан и Михаил Нелюбин. На заглавной странице профиля он указывал, что был в некой командировке. Есть снимок Нелюбина в форме с шевроном 5-й отдельной танковой бригады. Самое интересное, что Михаил Нелюбин, как и Виктор Вторушин, фотографировались в форме безопознавательных знаков с танком, у которого кроме побитого пулями и осколками кожуха ствола, есть еще одна индивидуальная особенность. Слева, если смотреть по ходу движения от пушки, третья коробка динамической защиты приподнята вверх и несколько расплющена. Танк с такой же индивидуальной чертой в феврале был сфотографирован под Дебальцево, Пьером Кромом, Александром Ермаченко и Василием Максимовым. Учитывая все вышеперечисленное, свидетельств участия подразделений 5-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации в боях за Дебальцево более чем достаточно. От снарядов и пуль войск вторжения погибло более 170 украинских солдат. Разрушены сотни жилых домов, под завалами которых остались погребены по меньшей мере 500 мирных жителей. Это уже после подписания так называемых Минских мирных соглашений. Если своей рукой, если Киев уже обесценил эти минские договоренности, если он фактически навязывает войну, как вы вообще с ним продолжаете диалог с Порошенко? Он вам говорит одно, у себя в стране он говорит своим гражданам другое, западным партнерам он говорит третье. Как в такой ситуации вести диалог? Знаете, партнеров мы не выбираем. И наша работа, мы в своей работе не должны руководствоваться симпатиями или антипатиями. Мы должны руководствоваться интересами страны. Мы за это будем сходить. В целом же, по данным ООН, общее число погибших в результате кремлевской военной интервенции превысило 6 тысяч человек. Более 15 тысяч ранены. Количество беженцев, людей с поломанными жизнями и судьбами приближается к отметке в 2 миллиона человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok